Здравствуйте, господа! Я вас приветствую на канале DancePlay. Сегодня мы проходим с вами готику мод Тёмная Сага. Загружаем наше сохранение. Так, что я делал сегодня? Не, когда я снимал. Я сегодня умирал и искал именитых персонажей. Так, 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 так. Я снова в строю. Надо проходить по квестам, надо проходить по квестам прямо, прямо такие углубиться в них. А что, как углубляться? Мне нужно со всеми общаться, как-то пытаться решить, как по-другому, по-другому так по сути не решишь вопрос. Вот есть у него крыса, он ищет крысу, допустим. Дик этот. Артус всё отрицает. Ну ещё бы! Сожрал мою очаровательную Мия, а теперь, конечно же, он всё отрицает. Я думаю, что нужно идти к Драксу и сказать, что ты видел, как Артус украл мою Мия. Тогда тот во всём сразу сознается, иначе Дракс его сдаст орком. А что, если ты не прав? И вор совсем другой раб. Да точно он! Кто же ещё? Его бездонный желудок проглотит не один десяток таких, как она. Хм. Драксу идти. Драксу идти, конечно, не особо вариантов много. Так, кто смотрел мои прохождения, знают то, что я у него как бы стыбрил колечко. Вот. И идти к этому парню мне не особо хочется, потому что... Известно то, что он меня это колечко украдёт. Ну, точнее, забьёт меня и заберёт кольцо. Поэтому... Поэтому, как вариант, ребят, я расцениваю... Говорят, на острове есть паладины. Так. Так. Ну, как тебе там, дурак? Подожди минутку. Да. Я расцениваю вариант, выкину просто колечко. Иииииин после этого всего… Пойти к нему. Кольца у меня не будет даже если он меня забьёт.... Кольцо у меня останется. Бил. А вот Бил. Давай поговорим. Нет, я тебя не знаю! Проваливай! подожди минут да подожди дружок привет меня зовут не объять дурак тебя убить хотят здесь очень мимо также по предыдущему ролику я ориентируюсь я ориентируюсь на то что здесь имеется вот этих вот вагонет когда вагонетка разные разные плюшечки которые могут помочь нам прохождение игры и их стоит собирать там ничего нету по вся по всем углам надо обшаривать чтоб найти всякие там сказать что привилегий неправильно сказать ну игровые игровые бонусы так скажем которые нам помогут в прохождении данного данного моды данного пока что для меня шедевра не знаю как дальше будет но пока что это прям пока что это прям круто чувствуется этот антураж шахты знаешь как будто ты ты в беспомощности ты и ты ты чувствуешь ты драться не умеешь особенно я я в готику последний раз играл о хохохо когда дали подали давно 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 и ты чувствуешь эту беспомощность как я вот эти грибы пропускаю ребята они тоже здесь заново вырастают глянь сколько я пропустил вот и чувствуешь свою не беспомощность из-за этого еще больше дух шахты тебя вклинивается то есть то что ты действительно как раб знаешь ты ничего не можешь противопоставить не уроком не здесь которые люди живут то есть не живут выживают выживают так скажем мне нужно этих драксу ребят мне нужно эти драксу но прежде чем с этим я говорю с артусом артус не хочет ничего полезного сказать значит мне нужно кольцо куда-то подевать так здесь ничего интересного нет он вроде бы грибок лежит нет и вон руда кусочек руды и больше ничего да кусок магической руды это тоже неплохо потому что здесь информацию покупаешь к сожалению или к счастью за магическую руду так здесь об видишь я говорю в каждой я вам но я уже об этом разговаривали да подожди я не собираюсь тебе туда идти хватит шутить и блин я прохожу просто мимо это второй раз у меня так ловит хотя даже не собирался к нему подходить так колечко я его выкину ну где-нибудь смотри-ка в каждой бочке в каждой бочке не разместили всякую привилюшку при прям премиум какой-то там что лежит смотри там что то есть все что видели да что это такое что это как это взять что то может быть ребят вон как будто там заклинание какой-то или книга сейчас попробую так с этой стороны подойдешь неужели это просто текстура вот она лежит что это такое ну может быть это действительно просто текстура кольцо давайте я в этой пещере положу выкинуть как выкинуть где кольточка во первых как выкидывать предметы как выкидывать предметы еще бы знать как выкидывать предметы в этой игре так сейчас ребят посмотрю как выкинуть предметы я просто я просто этот момент не знаю как краситься прыжок действие а на alt так на alt на alt выкидывать так я сейчас чекаю здесь на наличие всяких пасхалочек потому что первый раз когда проходишь вроде не замечаешь вроде не придаешь значения там видишь что то есть вот царский щавель обалдеть обалдеть где он там сейчас царский щавель он дает вроде бы прибавку и с него можно сделать зилку хорошую и как почему я здесь в этой комнате столько раз был и ни разу не видела то что он лежит темный гриб это пропустил так вот куда смотришь все конечно заныкано знаешь здесь прям по максимально максимально вот прям авторы данного мода прям заныкали все 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 каждая мелочь каждая мелочь возможно это и оружие бежит я просто не находил еще вот смотри иду просто и об лечебное растение вроде бы мелочь но для меня это как золото вот смотри раз лечебная трава просто по всем закоулкам когда будете если вы будете играть в этот мод ребята смотри руда лежит видишь исследуйте каждый закоулок прямо-таки прям каждую дырочку прям везде заходите вот лечебные растения опять таки я уверен что то что с этими лечебными растениями будет связан какой-то квест мясной гриб он там еще какие-то растения лежат смотри-ка синие растения но это голубика называется вроде бы если не ошибаюсь они просто синие растение ну да ладно или черная трава видишь она везде тут запрятано так ну что же мы пойдем дракса не будем терять наше драгоценное время видеоролика хотя все мы знаем что это не так все мы знаем то что я буду исследовать что я это дело к сожалению люблю не знали никогда конечно это без нужного ключа для зрителя это не очень хорошо то что когда исследуешь ему больше интересен сам сам процесс прохождения я ну я так считаю по крайней мере мне так мне мне так кажется на личном опыте вот со стороны игрока со стороны когда играешь лучше все таки обследовать каждую вот эту нырочку потому что чем дольше времени потратишь на изучение на обследование этих помещений на обследование этого этой шахты на поиск ключей каких-то мелочей тем больше в будущем ты получишь профита соответственно в будущем конечно не нужны будут не какие-то там курили корни лечебный тому подобная ерунда однако на данный момент это очень актуальная штука которую просто нельзя проходить мимо и надо собирать прям по максимуму я уверен то что она в ближайшем будущем не понадобится дракс уже не реагирует на то что мне нету кольца здравствуй парень дракс да поточим еще дай не стоит с драксами уже разговорил ребят в предыдущем ролике он такой заносчивый парень и как бы что это все выше другие буду говорить борисом хочешь еще раз сразиться со мной да кто такой дракс дракс это величина да он самый влиятельный человек шахте у него даже есть связи среди орков он очень часто помогает рабам попавшим в беду за совсем скромную плату ты тоже можешь обратиться к нему если заплатишь мне пару кусков руды а без твоего разрешения я это сделать не мог можешь только толку от этого будет немного ты для него никто и ничего собой не представляешь он даже не посмотрит в твою сторону а вот если ты отблагодаришь меня тремя кусками руды то тогда я замолвлю за тебя словечко перед драксом слишком много стоит я хочу поговорить с дракс здесь высады смышленый малый я обязательно расскажу о тебе драксу это все что я хотел узнать так пришлось 66 труды отдать конечно таки для меня это немалое количество но за информацию приходится рисковать как раз я таки получил новый уровень ребят у меня здесь 11 очков опыта и я наверное такие при первой возможности потрачу их на обучение сражаться на то чтобы обучиться подожди минутку против других ребят здравствуй меня зовут аластер я хотел бы поговорить с тобой парень ты не видишь что мне сейчас никогда иди и займись лучше дело я поговорил с борисом я могу задать тебе пару вопросов ах да аластер я давно наблюдаю за тобой думаю ты еще наведешь шороху в этом сонном царстве такие как ты никогда не сидят на месте и вечно затевают какие-нибудь авантюры а ты очень прозорлив думаю мы найдем общий язык можешь в этом не сомневаться ладно как я понял ты уже немного освоился у нас а значит знаешь что здесь все решает взаимовыручка и руда наша разменная монета без этого ты здесь долго не протянешь ну и нахрена мы дожди минут давай шахте завелся вор почему ты отказал марку в помощи ты уже сюда сломался у нас парень готов уже наложить на себя руки это и ухом не ведешь скажем так у меня с джулиан особые отношения я не лезу его дела а он ведет себя в рамках дозволенного и не учиняет беспорядков это у тебя так называется он его банда занимаются вымогательством а ты говоришь про особые отношения да я именно так и сказал больше ничем помочь не могу в шахте завелся вор да и кто же он это артус он украл у дико крысу артус артус я же предупреждал этого голодавшего парня что у него будут проблемы но ничего не поделаешь скажи кто видел что крыса украл именно он я хочу поговорить с этим рабом потому как если это правда артус покинет нашу шахту навсегда орки ненавидят воров так я не видел как он украл крыс мы сидите на нету свидетелей нет так считает дик но дик может считать как угодно а просто так лишать жизни невиновного просто потому что кто-то сделал предположение я не буду но ведь нужно помочь дику помочь давно я не встречал бескорыстных людей или все же у тебя есть в этом свой интерес есть не буду отрицать дик пообещал мне немного руды если найду его крыс честный ответ но хорошо я помогу тебе ходят слухи что финт интересовался этой крысой уж не знаю зачем быть может тебе стоит поговорить с ним финт можно еще кое-что узнать конечно можно пару кусков руды и отвечу на любые твои вопросы финт это тот парень который меня одел вроде бы я я могу помочь я могу чем-нибудь помочь тебе можешь но скорее даже не мне а всем рабам наверное ты уже знаешь что в шахте нет целителя и если ты подхватишь какую-нибудь заразу даже незначительную то считай что твои дни уже сочтены отвратительный воздух тяжкий труд плохое питание это все махом загонят тебя в могилу наш последний ликарь скончался совсем недавно его придавил кусок скалы если нашему везунчику сэму повезло больше и он успел отскочить то тот бедняга оказался менее расторопным поэтому я прошу тебя найти нового лекаря для шахты и где мне его искать если ты знаешь все обо всех то значит этого лекаря в шахте нет но к нам постоянно приводит новых рабов возможно они что-то умеют захочешь найдешь хорошо я попробую что-нибудь придумать это все что я хотел узнать берешь прям по максимуму квестов чтоб они копились и и в любом случае когда либо привет меня зовут за либо но нет я тебя нет все таки что-нибудь да выполнится так это рассказчик понятно он постоянно рассказывает любит рассказать сейчас кстати должны в горн пробивать румор беру лирой здесь все бесполезно мне нужно его победить чтобы чтобы этом нужно было принести гриб а он отказался а этому нужно было победить его так кусок магической руды и я видел здесь еще лист лепесточек лежал какой-то ну похоже похоже все таки нету почему здесь так много лис борис мартин эй ты мартин я даже не знаю чем не кому не обратиться карьер лафер ты не знаешь куда пропал лафер я обыскал всю шахту но нигде так и не нашел его я тоже не могу его найти чувствую что-то случилось алластер надо найти парня нас и так осталось только четверо лопни моя селезенка если мы снова будем терять людей то шанс выбраться отсюда у нас просто исчезнет ты как всегда прав капитан нужно найти лафера во что бы то ни стало когда ты его в последний раз видел вчера вечером мы немного поговорили с ним перед сном и отправились спать в пещеру когда я проснулся его уже не было я посчитал что он уже ушел работать к своей жили больше я его не видел о чем вы говорили возможно ты запомнил что-нибудь необычное из того что он сказал тим да ни о чем особенном говорили все о том же что мы влипли и если не придумаем как отсюда выбраться то подохнем раньше времени это все вроде все хотя подожди я что-то припоминаю перед тем как отправиться спать лафер сказал странную фразу что за фразу сейчас вспомню что-то типа ползуны не питаются кабанами и у того наверняка будет шанс вроде так признаться я и сейчас считаю это бредом поэтому и не придал значение его фразе я тогда подумал что у парня от всех этих передряд повредился рассудок акулы ему бог алластер ты что-нибудь понял конечно интересно пока не знаю мне надо подумать ладно все это чушь не забивай голову думаю тебе нужно спросить этих чертовых рабов они наверняка что-нибудь знают шахта не такая уж и большая чтобы человек взял и так просто исчез акула ему в бок да конечно я так и сделаю да все понятно и наверное еще шлафера откуда ты узнал даже стены имеют уши друг я могу помочь тебе в этом деле сколько а ты быстро учишься парень но эту информацию я тебе скажу бесплатно ты знаешь что ворки очень не любят когда в шахте простой если погибает один из рабов пока они не приведут нового нам приходится давать норму из-за погибшего а это не каждому по нраву поэтому я бы не хотел чтобы лафер нас покинул да где же он в заброшенной что не уж не знаю что ему там понадобилось но он именно там и возможно еще жив хотя если у тебя есть желание то можешь сходить и проверить все сам только будь осторожней смотри сам не попади этим бестием на завтра если погибнешь и ты это нам придется совсем туго спасибо дракс я все выяснил давай 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 нужно бежать нужно бежать выполнять дневную норму то а то мне придется не очень по нраву житья быть я такого как голопом бегать то ты умеешь бегать беги друг shift не получается бег подожди должны быть настройки в бега подожди карта прыжок идти красцы а бег нету бега нету плохо то будем прыжками передвигаться он заброшенный штольни лафер идти в заброшенную шторму штольню себе дороже я вам так скажу давай 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 прыжком прыжком прыжка так еще надо что у него подожди показать сторону рабов что ты хотела пушок тебе не нет что делать если это так то я давай тебе еще больше работы я не понимать тебя скажи что ты хотеть я хотел сказать что в шахте скоро может совершиться убийство никто не смеет убивать шахте кроме меня у тебя есть доказательства что ты говори правда нет но я могу их принести если ты приноси мне доказательства то я доказать виноваты и давать тебе награда если ты обманывай меня то ты будешь наказан я все понял я принесу доказательства чему я с ним это поговорил принесут тело себе убитого била и ты ты не мог бы мне помочь в одном деле давай позже я сейчас слишком занят подойди часика через два серьезно так в заброшенную штольню заброшенная штольня она если не изменяет память была вон там но мне сюда не пустит по крайней мере не пускал кошелек или что один из рабов ушел в шахту и не вернулся я должен найти его что это такое кожаный кошелек из чем золотые монетки серьезно я даже в шахте успел заработать золото так как мне как мне к нему вообще пройти до если у меня если у меня отправляет как мне к нему как мы с ним вообще взаимодействовать может быть надо договориться с кем-то я хочу про так это уже второй раз корт по хорошему тогда поговорить может быть с какими-то влиятельными орками чтобы они мне разрешили так кусок магической руды так куда все брать братва идти куда вы куда вы ладно ор так так давай с ними поговорим попробуем покрыть прикольно чем ты занимаешься моя заниматься тем чтобы отлавливать таких бездельников как ты рабов все больше орудий меньше жди работать а то я буду сердиться так с этими не получить на не получится вести диалог поэтому надо надо искать какие-то другие источники где можно получить информацию может ушах разрешит для типа того нет с ним я хотел это бесполезно он меня за это по голове не погладит урк воин урк воин так чё эти ребята при гору не ли здесь сидят просто так рад а это я по чеснок у ребятки не знаю куда даже идти ну вообще по логике вещей мне нужно поговорить с драксом хотя он наверно уже спит лист не спит все спят лист не по логике еще не стоит поговорить с драксом но мы это делать пока не будем просто сохранимся и поспим так спать до утра удивительно но меня не отлупили удивительно но я остался цел так как в прошлых видео меня подлавлив за то что я не платил денег даже если захочешь пообщаться с драксом то тебе придется получить разрешение у бориса его личного охрана это я знаю что надо получить разрешение бориса может быть попробовать с тобой подраться лерой получится у меня это как думаете ребят я могу вызвать тебя на поединок да конечно для этого тебе нужно поговорить с орком аркараком и заявить о своем желании сражаться а затем дождаться того дня когда идут бои и подойти ко мне вот тогда мы с тобой и сразимся аркарак аркарак тетр карак явно здесь на арене не вижу никаких орков поэтому можно искать его в другом месте здесь его явно нету найти бы хорошо было бы драк сейчас поговорить с ним по поводу того что меня не пускают штольню что он скажет найти от этого аркарака где бы он не был так драк и ты можно еще кое-что узнать конечно можно пару пару кусков воды понятно это все что это бесполезная информация зачем мне это узнавать сейчас руду надо немножко подбывать что нельзя понятно убери наружие да 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 смотри-ка меня не привалило даже рудой как в прошлые разы проверить свой навык опыт на рудокоп 31 процент ты случайно не видел лафера сегодня лафера это кто такой понятно лафер как раз и будет новым новым лекарем лафер как раз и будет новым лекарем вопрос только как к нему попасть если меня не пускают в штольню мы будем общаться опять так же со всеми ну и учи меня рудному делу 25 оскоков ты не знаешь как мне попасть в шахту с ползунами орка хранящий вход не пускает меня без понятия у меня до сих пор не было ну шли туда соваться при тебе советую если здесь кузнец мне нужно оружие мне нужно оружие у меня закралось подозрение что ты шпион орка и если я тебе расскажу то нас очень скоро все на стернут уж слишком ты любопытный парень мне нужно выбраться отсюда для этого мне нужно оружие если ты мне можешь помочь говори а если нет то давай назад мою руду ладно не горячись надо так надо здесь тебе может помочь либо наш кузнец либо тебе нужно стать одним из бойцов арены уж не знаю что будет проще для тебя здоровья как я погляжу тебя немного а на верхний уровень шахт ты так просто не пробьешься ладно я что-нибудь придумаю где я могу найти кузнеца он находится на верхнем уровне шахты как мне попасть на верхний уровень я хотел бы поговорить с этим кузнецом и способ раз в неделю весь подносит наши кирки для ремонта вкусе а взамен приносит новые орки не хотят чтобы был простой в работе и строго следят за этим попробую говорить виспа чтобы он разрешил пойти тебе вместе него я так и сделаю что это за арена здесь шахте есть арена где сражаются рабы дабы забавлять орков орки любят силу и относятся с уважением к тому кто стал чемпионом арены может тебе стоит попытать удачу там тогда у тебя будет хоть какой-то шанс выжить поговори с мартином скажи что я прислал тебя мартин кое-что мне должен поэтому он может помочь тебе без проблем продвинуться на арене вон сэм дольше всех здесь и за все время его пребывание в шахте рабы покидали это место только одним способом мешке для трупов кто может меня чему-нибудь научить здесь в шахте искусство боя тебя могут научить на арене спроси румора или героя первый учит искусство боя на мечах второй отличный специалист по дальнобойным оружием луком и арбалетом также рис научит тебя приемом воровства а кто-нибудь может научить меня алхимией или магией с этим плохо последний из тех рабов что умер ворчевать уже пару месяцев как благополучно скончался теперь без лекаря волшебных снадобий становится совсем куда любая болячка может загнать тебя ноги но я спрашивал еще и про магию лучше не будем об этом маги на острове под закреп так как здесь когда-то произошли очень страшные события и черный власти ним проклял из хост теперь магия действует не так как должна и спрашивай меня об этом я больше ничего не скажу понятно получил некоторую информацию еще потерял довольно таки большое количество руды но не будем о плохом я хочу но я хочу пройти так ушак 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 идет да значит мне нужно найти попросить ушака вот у меня есть немного еды так посмотрим ага у тебя есть немного хлеба давай его сюда хлеб забрал мне 2 руды до отлично рей ты принес руду пришло время заплатить за свою охрану извини но у меня нетруды неправильный ответ я выбиваюсь из сил прикрываю тебе спину а ты не хочешь платить если бы я не поговорил с нужными людьми и не поручился за тебя то твой труп давно бы уже украшал один из столбов не хорошо алластер у нас в шахте очень не любят когда кто-то не выполняет свои обещание придется преподать тебе урок что вас еще не любят шахте болван я хочу ну я хочу ты серьезно откуда было именно приказывать убирать оружие да ты гонишь он на меня нападает убирать оружие иначе я убить тебя ах бог мой так ребятки волнительный момент так так Продолжение следует... Вот орки, когда смотрят, они ничего, они же как-бы против драг. Тихо-тихо, я немножко зазнался. Да ладно, я пирожок. Ну я хочу... Ох, бог... Ух, чуть ли не пропустил удар сейчас. Хороший. Ситуация напряженная, ребят. Максимально просто. Неплохо. Ух... Нормально его одел, парни. Ух... Все это время было сердце. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. По-хорошему бы его прикончить сейчас, но это плохо отразится на моей репутации, мои орки будут меня здесь преследовать и так далее. Голова. Ну что, теперь ты мне платишь за защиту от особенного. Подожди минутку. Ну что, тебе еще нужно платить или достаточно? Убирайся отсюда. Нам не о чем больше говорить. Ха-ха-ха. Подожди минутку. Ха-ха-ха. Ну что, тебе... Убирай... Просто поиздеваться, парни. Просто поиздеваться над этим куском говна. Он потрепал мне. Жизнь, на самом-то деле. Но я его одел. Слушай, ты видел у него один удар? Снимает почти все мои жизни. Ну, вроде нормально. Эй, ты! Вроде нормально. Мне бы оружие посильнее, конечно, потому что кирка не вариант. Кто там у нас на поверхность идет? Вроде бы... Висп. Эй! Оттикс. Ты никуда не идешь? Ты никуда не ходишь. Ты не выходной. Так. Сэм. Эй, ты! А ты, Сэм, что с тобой? Есть что-нибудь? А, просто у тебя ребра придавлены, да, были? Значит, мне нужно остальную братву искать. Ну что ж, будем искать. Не, ну вот этих ребят, как его, Курт или как его? Хорошо, я осадил. Второй раз подумаю, прежде чем идти. Уртак. Так. Уртак. Уртак вроде бы ходит туда. Эй, ты! Я хотел... Меня не волновать. Что хотите? Понятно. Ну, мы уже слышали этот диалог. Его не волновать то, что я вот хочу куда-то либо пройти. Ему важно то, чтобы я только работал. Так. В этой пещере я уже был. В ней я был. Вдруг здесь что-то спрятано интересное, знаешь. Вот эта вот норка, она здесь не просто так, мне кажется. Что делать? Кто к рысу забрал? Слишком много вопросов, знаешь, слишком много вопросов скапливается. И ты... Такое, что делать? Ну, да ладно. Слишком... Слишком большое давление. Идёт. Со стороны игры, конечно, в плане квестов. Вроде бы тебе здесь мало того, что нагрузка идёт. Потому что ты ничего не можешь. Мира ещё не нашлась? Нет. Я уже теряю надежду, что когда-нибудь её встречу с нами. Снова. А во-вторых, не... Непонятная... Завязка на квесты. То есть... Вроде бы... Что здесь? Уж... Всех уже ребят знаешь, однако... Как... Как решить какую-то беду или вопрос? Пока мало доходит до меня это ребятки. Я вам так скажу. Я понимаю то, что мне нужно обзавестись оружием. Мне нужно найти виспа, он ходит, кирки относит. И с помощью этого сходить за киркой. Марик. О, Марика нашёл, слышишь? Эй, ты! Ты не мог бы дать мне пару кусков руды? Информация в этой чёртовой шахте стоит очень дорого. Вот. Держи. Ты не мог бы дать мне пару кусков руды? Информация в этой чёртовой шахте стоит очень дорого. Извини, Алластер, но я уже давал... Если я поделюсь с тобой... Да, конечно. И... Понятно. Понятно, 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 понятно. Давай поинтересовуюсь. Как ты? Как ты? Пока держусь. Но если так будет продолжаться, то меня надолго не хватит. Алластер, умоляю тебя, придумай же что-нибудь. Мы должны выбраться отсюда. Марик, я делаю всё возможное. Потерпи ещё маленько. Окей. Получили на халяву два кусочка руды и можно к нему постоянно ходить. Это будет плюс два куска руды каждый раз. А это, между прочим, потихоньку, помаленьку и капитал. Так, это, если я не ошибаюсь, просто рабы. Но давайте на всякий случай проверим ещё разок. Финт. Эй, ты! Да, я согласен с тобой. А Курт разве не из вашей банды? Теперь уже нет. Скажем так, у Курта и Джулиана возникли разногласия. Дело хоть и не дошло до понажорщины, но рано или поздно кто-то из них отдаст свою душу Беллиару. И я думаю, это будет Курт. Эх. Курта даже я делал. Ты что-нибудь знаешь о Мия? Говорят, она пропала. А мне какое дело? Одной крысой больше, одной меньше. Может ты что-нибудь слышал? Мало ли, в шахте ходит много слухов. Ведь так? Может и слышал. За даром тут только поганки растут. Расскажи, что ты знаешь о пропаже Мия? Одни говорят, что Артус её сожрал. Другие, что она сама сдохла. А Дик от горя совсем опалоумел. Третий, что и не было никакой крысы. И это всё? Всё. Тебе мало? Если мало, то вали отсюда, пока я тебе не врезал. Третий. Почему они так общаются? Подожди минуту. Ну-ка, подожди-ка. А знаешь, что я слышал? Точнее, даже мне известно. Не имею никакого понятия. Дик сказал, что его ненаглядная Мия подцепила какую-то болезнь. Говорит, очень заразная. Если бы её не украли, то пришлось бы умертвить, чтобы зараза не перекинулась на других. Да и сам Дик выглядит что-то совсем не важно. Как бы он сам уже не заболел. Ты серьёзно? Ничего не перепутал? Инна, сам клянусь. Дик еле ходит уже. Да нет, про крыс. Она действительно заразная? Точно тебе говорю. Два счёта может заразить. Не позавидую тому, кто её украл. Беллер меня дерет. Джулиана мне голову оторвёт. Почему? Да потому, что это мои парни выкрали эту чёртову крысу. А на кой она вам ждала? Я слышал, что мясо крысы очень полезно. Укрепляет организм и всё такое. А тут, как ты видишь, дышать совсем невозможно. От трудной пыли лёгкие разъедают только так. Ну, я и посоветовал Джулиану. И что? Он уже отведал этого яства? Ещё нет. Но я видел, как он держал крысу в руках. Вот же угораздило. А зараза быстро действует? Может, она его свалит раньше, чем он поймёт, что к чему, а? Не думаю. Дик же с ней много времени провёл и держится. У меня есть идея. Крысу надо вернуть Дику. И даже если с Джулиана что-нибудь случится, никто не сообразит, что это от неё болезнь. Хм. И как ты предлагаешь это сделать? Ты думаешь, Джулиана так просто её отдаст? Её надо выкрасть. Не будет же Джулиана кричать, что у него украли то, что украл он сам. Да, наверное, ты прав. Но это будет непросто. Крыса он держит в ящике. Ящик закрыт на ключ. А ключ Джулиана всегда носит с собой. Если не хочешь лишиться головы, то добудешь нам ключ. Хорошо. Приходи через пару часов. Я постараюсь что-нибудь придумать. Хм. Через пару часов. Хорошо. Возможно, в эту серию даже не успеет пройти эти два часа. Надо будет не забыть про него, если что. Так. И что, зачем я сюда залез? Да их и труды добуду. Смотри-ка, уже меня не приваливает. Жулиан, Жулиана, Жулиана. Кто такой Джулиан? Кто такой Джулиан? Кто такой Джулиан? Гдеычki2 вообще? Март? Эй, ты! Скороему находить артефакты и уплывать отсюда. Убил это понятно. Эй, ты! Может быть? Привет. Нет. Я Привет. У него стандартно, все у него стандартно всё. Ну они за это, конечно, поплатят, в любом случае. Джулиано. Я слышал, что в шахте опять беспорядки. Чертёр чего? Подожди. Говорят, что его избрал сам Гильяр. Палка с гвоздями. Говорят, что его избрал сам Гильяр. Как я её сделаю? Ты опять здесь, пора тебя проучить лично. И лупят друг друга, так что дальше страшно. Говорят, что вы не выходите за голову. Говорят, что вы не выходите за голову. Немножко я протупил, конечно. С ним тяжело. Подожди, давай-ка я попробую. Нет, я же обещал, что я не буду загружаться в таких случаях. Я надеюсь на это. Мне надо как-то его сманить на низ, и мы на низу сможем непосредственно уже подраться. Мясо жука. Небольшая прибавка к здоровью. Мне нужно его сманить на низ будет. Говорят, что на острове есть паладины. Что-то Джулиана тупит. Так, парни, у меня уже опыт в боях есть. Тут главное знаешь что? Тут главное не зазнаваться. Подумать, что это правда. Ушак слишком жилетик, как грязный хмар. Мога слышать это от одного из шаман. Зачем орки здесь разговаривают на людском языке? Ну, в смысле, у них уже есть свой язык. Так, тихо. Так, 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 так. Я совершил ошибки. Ладно. Сейчас встану и вот на последней попытке точно его одолею. Покарствуй для Юйорка. Давай, 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 вставай. Быстрей, быстрей, быстрей. Ушак слишком жалеть этих грязных морра. Я слышал, что в шахте опять в беспорядке. Так. Идем к этому дурачку снова. Убери оружие, умный мальчик. Давай, потращаем жилиану. Ты опять? Блядь. Но в этот раз я уж точно должен победить. Как бы. Как бы здоровье у меня сейчас поболее. Но это ничего не значит. Ты что своей размахался дурочкой? Пропускаю, пропускаю лишнее. Так, так, так. Опять пропускаю. Да твою дивизию. Слишком я борзый. Слишком борзый нападаю на него. Слишком. Ну это чисто, чисто только моя вина и все. Главное с тем же получилось с первым парнем сразу его завалить. А этого как-то не очень. Ну я вот просто наглею. Просто, просто я наглею и все. Что, дружок? Я опять? Давай. Последний бой, да? Опять я пропускаю. Отлично. Стоило это того? Не знаю, ребят. Ну в любом случае. В любом случае я его победил. Шакс. По-хорошему его прибить бы, пока никто не видит. Да и все. Ну это в любом случае я успею сделать любой момент. Ну как, теперь поговорим нормально? Я бы мог приказать своим парням отрезать тебе язык. Но пока не буду этого делать. Раз ты такой крепкий боец, то быть может ты готов поработать на меня? Все зависит от того, что ты можешь мне предложить. У меня есть две вещи. И обе тебе будут интересны. Это защита и руда. Без руды ты подохнешь с голоду. А без защиты ты подохнешь раньше, чем умрешь от голоду. Ну как тебе мое предложение? Вполне. Что за работа? Есть один парень, который мне должен, должен свою жизнь. И я намерен эту жизнь взять. Зовут этого парня Курт. Еще не знаком с ним? Если нет, то скоро познакомишься. Он шляется по шахте и собирает мою дань себе в карман. Если ты такой крутой парень, то почему твои ребята не решат проблему с Куртом? Потому что Курт кое-что знает. И то, что он знает, должно уйти вместе с ним в могилу. Это все, что тебе лучше знать. Уберешь Курта, получишь 10 кусков руды. Иди работай. Я хочу поговорить о Марке. Выполнишь работу, тогда поговорим. Идея такая. Надо будет поговорить с этим Куртом, нужно знать, что он знает. Во-первых. Во-вторых, нужно будет убить потом этого Курта, потому что он меня сам бесит. Самого бесит меня этот Курт. Вот. И после всего этого Я слышал, что шансы опять в беспорядке. Ну что, получилось? И Джулиана накрыть. Да, Беллер тебя дери. Вот ключ. Но если тебя с ним поймают, ты меня не знаешь. А начнешь болтать, я сам лично тебе глотку перережу, понял? Понял, не кипятись. Где находится ящик? В пещере, где ночует Джулиана. Но есть одна проблема. Возле сундука всегда работают два наших парня и присматривают за сундуком. Влияния у меня на них никакого, так как они слушаются только Джулиана. Поэтому они уже твоя проблема. Влияния у меня на них никакого, так как они слушаются... Я не понял. Если услышал, зачем два раза? Так, окей, ребят, тогда завершаем. Спасибо вам за просмотр. Встретимся в следующей серии с вами. Ставьте комментарии, оставляйте активность, чтобы я знал, что вам не нравится, что не нравится. Продолжать, не продолжать. До новых встреч, ребят, пока-пока.